Ну а пока Дональд Трамп не слишком успешно боролся с подначиваемыми демократической партией протестующими, госсекретарь США Майкл Помпео вызывал дух холодной войны и призывал к крестовому походу против коммунизма. Правда, на сей раз, вполне прогнозируемо, экзистенциальным противником была назначена не Россия, а Китай. 23 июля в библиотеке музея Ричарда Никсона в Калифорнии Помпео произнес пафосную речь, в которой назвал китайский коммунизм угрозой всему свободному миру. Приведем пару характерных цитат из этого выступления. Мы дали коммунистической партии Китая и самому режиму особые экономические преференции, согласившись на условия КПК о молчании по поводу нарушений прав человека в качестве платы за вход для западных компаний на китайский рынок. Конечная цель китайских правителей не в том, чтобы торговать Соединенными Штатами, а в том, чтобы грабить Соединенные Штаты. Президент Никсон однажды сказал, что боится, что создал Франкенштейна, открыв мир для коммунистической партии Китая. Так и получилось. Сегодня Китай становится все более авторитарным во внутренней политике и более агрессивным в своей враждебности к свободе повсюду. Те, кто помнят холодную войну между США и СССР, наверняка узнали в заявлении госсекретаря США знакомые нотки. Тоже навешивание ярлыков, те же апелляции к некому свободному миру в противовес несвободному, и тоже нагнетание вражды, в основе которой нежелание поступаться своими экономическими и политическими интересами в мире. Выступление Помпео было исполнено символизма. Даже место для него было выбрано не случайно. Ведь именно Ричард Никсон, в библиотеке имени которого прозвучала эта новая фултонская речь, положил начало экономическому партнерству США с Китаем в противовес тогдашнему основному противнику американцев – Советскому Союзу. Заявления Помпео должны были символически положить конец начинаниям Никсона во взаимодействии с КНР. Им предшествовал громкий дипломатический скандал. В начале прошлой недели США потребовали от Китая закрыть его консульство в Хьюстоне к пятнице. Пекин назвал эти требования политической провокацией и грубым нарушением международных норм. По мнению представителя МИД КНР Вань Вэнь Биня, требование стало следствием попытки подорвать отношения двух стран. После этого появилась информация о том, что сотрудники консульства начали сжигать документы. В ответ президент США Дональд Трамп напомнил, что Штаты могут потребовать закрыть и другие дипмиссии. В начале текущей недели американские СМИ сообщили, что на территорию китайского консульства в Хьюстоне зашли федеральные агенты США. Симметричный ответ китайской стороны не заставил себя долго ждать. Руководство КНР распорядилось закрыть американское консульство в Ченду через несколько часов после того, как госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью в библиотеке Ричарда Никсона. Ранее стало известно, что власти США отказались от открытия консульства в Ухане, которое прекратило свою работу еще в конце января из-за вспышки коронавируса. Как пишет агентство Associated Press, ссылаясь на источники в правительственных кругах США, американцы не стали открывать консульство в надежде сохранить лицо и избежать симметричного ответа китайской стороны. Логика тут такова. Если одно из американских консульств Поднебесной так и не работало, то китайская сторона могла никак не ответить на закрытие своего представительства в Хьюстоне. Но не тут-то было. В рамках усиления американо-китайского противостояния продолжаются и враждебные выпады в адрес отдельных граждан противоборствующих сторон. Так агентство BBC в пятницу сообщило следующее. Цитата. Еще одним шагом США стало то, что четверо граждан Китая были обвинены в мошенничестве с визами за то, что они якобы угали о своей службе в вооруженных силах КНР. В пятницу официальные лица США сообщили журналистам, что китайский студент, который бежал в консульство Поднебесной в Сан-Франциско, сейчас находится под стражей в США. Трое других были арестованы ранее. Не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что Китай будет принимать ответные меры и вскоре кому-то из американских граждан, пребывающих на территории этой страны, доведется оказаться за решеткой. Тем не менее, в Пекине заявляют, что готовы действовать в логике уменьшения конфронтации. Так, по заявлению китайского МИД, цитата, «Сложившаяся ситуация в отношениях между КНР и Соединенными Штатами – это то, что Китай не хочет видеть, и ответственность за нее полностью лежит на Соединенных Штатах». Как водится при любом обострении противостояния между великими державами, каждая из них стремится обзавестись серьезными союзниками. Не стала исключением и нынешняя ситуация. В предыдущей передаче мы уже рассказывали о том, как министр иностранных дел КНР Ван И прямым текстом предлагал своему российскому коллеге Сергею Лаврову дружить против США. В ходе выступления Майкла Помпео в президентской библиотеке Ричарда Никсона аналогичное предложение, правда в непрямой форме, поступило Кремлю и от американской стороны. Эта новость вызвала такой резонанс, что пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову пришлось на нее реагировать. По его словам, озвученным 24 июля, цитата, «Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то». Из этого заявления очевидно. В Москве понимают, что в разгорающейся новой холодной войне между США и Китаем Россия будет обладать золотой акцией, которая может преклонить чашу весов в пользу одного из соперников. И хотя по множеству причин, в первую очередь военно-политических и экономических, России выгоднее принять сторону Китая, она будет тянуть с явным формализованным союзом до последнего, извлекая максимальную выгоду из своего положения. Наверняка аргумент золотой акции будет использован российской стороной в переговорах с американцами о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, которые президенты двух стран планируют провести еще до выборов в США. Что же касается реальных, а не гипотетических союзников США в борьбе против Китая, у них наблюдается существенное военно-политическое оживление. Так, недавнее заявление японского министра обороны Таро Коно шокировало мировую прессу. Господин Коно не верит в надежность американских систем противоракетной обороны класса ИДЖИС и призывает в случае угроз наносить превентивный удар по базам противника. В прессе США это уже назвали первой сменой японской военной доктрины со времен окончания Второй мировой. Разумеется, потенциальный превентивный удар японцев, каким бы гипотетическим он ни казался, может быть направлен только против Северной Кореи, которая, в свою очередь, является союзником и фактически сателлитом Китая. И несмотря на то, что формально США выражают обеспокоенность желанием японцев отказаться от американских систем ПРО, на деле ужесточение японской военной доктрины, если таковое произойдет, создавшая очередную точку напряжения на границе КНР. Нетрудно догадаться, что в условиях новой холодной войны это может быть отнюдь не лишним для Вашингтона. КОНЕЦ КОНЕЦ